Приветствую вас. Для начала надо бы разобраться в том, что конкретно для вас есть стресс. То есть, вот вы говорите о том, что я испытала стресс. Что для вас есть стресс? По сути дела. То есть, если вы восприняли или воспринимаете, к примеру, в качестве стресса то, что вы по факту вроде как спали не с мужчиной, да, то я вас спешу успокоить. Спали вы с мужчиной, потому что человек не просто так, как бы сменил пол, да, это означает, что ему так было лучше, ему так было комфортнее. И, в общем-то, идея основная заключается в том, что страшного, вот именно страшного, ничего по факту не произошло. Вот. Вот именно по факту, именно по факту страшного, вообще ничего не произошло. Другое дело, если это идет в разрез с вашими какими-то стереотипами, другое дело, если это идет в разрез с вашими какими-то жизненными принципами, другое дело, если вы по какой-то причине-причине считаете это для себя неприемлемым, вот то, что случилось, к примеру. Это уже немножко другая история, тоже немножко другие детали, вот и так далее. То есть определите для себя, вот определите именно, определите для себя, что конкретно для вас является стрессом здесь, в этой ситуации, что является стрессовыми моментами. Вот. Также я бы сказал, что не совсем понятно, что для вас значит этот молодой человек, вот. То есть почему вы с ним, с минимальным сексом, но не знали о том, что у него там есть определенные особенности, скажем так. Вот. То есть вы либо друг другу до конца не доверяете, либо есть что-то еще, о чем вы нам, к примеру, не рассказываете. Вот. Вот. То есть я не знаю, конечно, конечно же, но как мне видится то, что с доверием у вас есть некоторые серьезные проблемы. Вот. Вот. Ну, как мне представляется, именно. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что именно так вам можно ответить, да. То есть для того, чтобы понять, как вам помочь, нужно понять, что именно является для вас стрессовостью. Вот. Вот. Возможно, вы имеете в виду, что после того, как вам молодой человек, ваш, значит, признался, что он обладает определенными способами, вот. Вы с ним уже расстались сейчас с молодым человеком, и у вас есть проблема, значит, ну, проблема при налаживании отношений с другими мужчинами. Вы боитесь. Вот. Может быть так. В таком случае давайте опять же подумаем, да, давайте подумаем, чего вы боитесь конкретно. Что конкретно такого страшного произошло? Вот. Я бы сказал, что если бы, если вы, точнее не если бы, а если вы будете адекватно налаживать отношения с мужчиной, да, если вы будете именно адекватно налаживать отношения с мужчинами, если вы не будете, к примеру, торопиться, с ними в постель, вот, если вы как следующее их узнаете, ну, будете узнавать, к примеру, их, вот, то, в общем-то, такой проблемы, на мой взгляд, не будет, какая сейчас происходит. Но очень важно, чтобы вы не поддавались каким-либо, значит, ну, стерять типом, каким-либо ограничивающим аспектом и так далее. Ну, потому что, никогда никому ничего хорошего из этого не было, вот, ну, в принципе, и быть не может, быть не может, вот, потому что это такая очень ограничивающая история, вот. Так что, сформулируйте, пожалуйста, что конкретно для вас является стрессовостью, что у вас произошло нечто из ряда вон выходящего. То есть, я понимаю, я понимаю, что произошло, но важно, чтобы вы сформулировали это и сформулировали причину, по которой вас это, к примеру, так сильно задело, так сильно зацепило и так далее. Ведь еще раз, по сути, по сути, вы, в общем-то, спали с мужчиной. То есть, вот, если так вот, по сути, да, то вы спали с мужчиной. И вы не спали с женщиной, вы не спали с кем-то еще, да, вы спали именно с мужчиной. Потому что, если бы это было не так, да, то человек не был бы тем, с кем он есть. Просто сами подумайте, что ему делать было. Да, он вам почему-то не сказал. Это вот, наверное, ключевой аспект, что между вами не было доверия. Вот. Но почему между вами не было доверия? По какой причине между вами не было доверия? Вот. Может быть, мужчина имел основания вам не доверять? К примеру, из-за того, как вы отреагировали, может быть. Может быть, именно зная вашу реакцию, он потому вам и не говорил о том, что произошло. Вот. С другой стороны, вы говорите о том, что после секса он вам сказал. А зачем он вам сказал? Для чего он вам это сказал? Что он хотел, как бы, этим добиться? Чего он хотел этим добиться? Тоже не совсем понятно. Вот. Как не совсем понятно и то, насколько у вас отношения крепкие и стабильные. Вот. Ибо, ну вот, судя по тому, что вы пишете, да, я не могу сказать, что у вас отношения прямо очень, эээ, такие, знаете, эээ, ну, взаимопонимающие. Вот. Ну, это, опять же, вопрос, вопрос, это скорее к вам, если вы понимаете, это вопрос, опять же, скорее к вам. То есть, почему у вас такие отношения? Как они стали возможны? На мой взгляд, это очень важная история. Вот. Вот. А в целом, в целом, я предлагаю вам взглянуть на эту ситуацию с точки зрения именно того, чего вы хотите. Вот. То есть, я предлагаю вам взглянуть на эту ситуацию с точки зрения того, что вам нужно. Вот. Я предлагаю вам взглянуть на эту ситуацию с точки зрения того, каковы ваши цели. Вот. Каковы ваши желания, каковы ваши потребности и, собственно, что вам нужно. Вот. Как вы вообще молодого человека воспринимали? Вот. И вот с этого момента и, собственно говоря, от этого момента, собственно говоря, и отталкиваться. Вот. А то, пока что, пока что, ну, получается так, что вы говорите о стрессе, вы говорите о других мужчинах, а о том, собственно, чего вы хотите, да, вы не говорите. А ведь это очень, очень важный момент. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...